Встав на путь личностного развития, очень важно сохранять твердость принятого решения и проявлять настойчивость в движении к своим целям. Только так можно добиться заметных результатов в этой области, как, впрочем, и в любой другой. В противном случае мы видим довольно-таки типичную картину. Человек приходит на семинар, участвует в тренинге, читает какую-то глубокую книгу, которая переворачивает его мировоззрение. Он общается с учителем или тренером личностного роста и узнает такие сведения, которые окрыляют его, которые вселяют в него энтузиазм. И такой человек верит в то, что вот сейчас, обладая всеми этими знаниями, он сможет преобразить свою жизнь. И на пути к этим изменениям человек начинает проводить бурную, кипучую деятельность и одновременно замечает, происходят ли те самые изменения, которые сулят ему все эти книги, семинары и тренинги. И зачастую случается так, что человек не удовлетворен теми изменениями, которые следуют за его действиями. Эти действия несоизмеримы с теми незначительными изменениями, которые он наблюдает. И тогда человек зачастую махает рукой на все это и говорит, это все бесполезно, это не помогает. И отказывается идти дальше по этому пути и возвращается туда, где он был раньше. Для того, чтобы взглянуть глубже на эту ситуацию, давайте проведем такую аналогию. Представьте себе поезд, локомотив, паровоз. И с помощью этого паровоза можно ехать на скорости 100 км в час. И вы очень быстро достигнете из точки А в точку Б. Вашу цель, вашу мечту. И существуют особые тренинги, на которых обучают, как пользоваться паровозом. И вот человек, получивший информацию о том, как пользоваться паровозом, заходит в кабину и начинает энергично бросать уголь в топку котла. Разогревает уголь. И паровоз долгое время не двигается. Через какое-то время он приходит в движение и начинает медленно, сантиметр за сантиметром продвигаться. И человек считает, что я хочу прямо сейчас ехать на скорости 100 км в час. Почему поезд движется так медленно? И в какой-то момент человек решает, что все это бесполезно, поезд не едет 100 км в час. Махает на все это рукой. Выходит из поезда и идет к своей цели пешком. Но, если сохранять настойчивость в достижении своей цели и не прилагать чрезмерные усилия, не производить кипучую деятельность, а просто методично, шаг за шагом двигаться к своей цели, Если с необходимой частотой закидывать в топку новый уголь, не прилагая чрезмерных усилий, то со временем вы заметите, что поезд начинает медленно двигаться вперед и тянет за собой огромный железнодорожный состав из нескольких десятков вагонов. Постепенно эта скорость нарастает, и вот уже вы едете со скоростью 10 км в час, 20 км в час, 50 км в час. И вот, наконец, наступает момент, когда поезд несется на всех парах со скоростью 100 км в час к вашей мечте. И заметьте, что происходит в этот момент. Если в самом начале движения поезда под его колесо положить маленький камушек, то поезд не тронется с места. Но если на пути, летящего на 100 км в час поезда, возникнет каменная стена, поезд пробьет ее. Проведя аналогию с личностным развитием, можно увидеть, что когда человек только вступает на путь личностного развития, любая мелочь, любая маленькая неудача способна вселить в него сомнения в том, что он движется в правильном направлении, что он добьется успеха. Но если человек настойчиво развивал себя и достиг больших скоростей своего развития, то никакие серьезные препятствия не смогут его остановить. И вот вы едете на встречу вашей мечте со скоростью 100 км в час. В этот момент, если вы посмотрите в окно своего пола, на улице идут пешком все те, кто решили, что не смогут разогнать свой поезд. Такая аллегория, такая аналогия может вдохновить вас на то, чтобы, встречаясь с какими-то трудностями, замечая, что изменения не так сильны, как вы хотели бы, вы все равно сохраняли бы твердость принятого решения, стойкость намерения действовать. И действовали. С этой целью я снял это видео. Помните о поезде. Его трудно разогнать, но еще труднее остановить, когда он набрал скорость. С вами был Антон Деркач. Если это видео интересно или полезно для вас, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых выпусков. Я желаю вам настойчивости и твердости принятых решений. Увидимся в новых видео.